Всем привет! Меня зовут Алена, я фотограф. В этом году мы с моим мужем решили подарить себе в качестве свадебного путешествия поездку на Занзибар и в Танзании. Ребята, если вы раздумываете, брать сафари или не брать, обязательно брать, потому что жизнь уже не будет прежней. На самом деле, огромнейшее, преогромнейшее спасибо компании Safari Занзибар за чудесную поездку. Очень было комфортно переписываться, узнавать все детали поездки. Нам прислали памятку, что с собой желательно брать, что обязательно брать на сафари, что лучше оставить и не перегружать багаж. То есть очень много было поддержки в плане подготовки до начала поездки. Наше приключение началось уже в самолете. Мне посчастливилось сидеть прямо рядом с пилотом. Он вежливо предложил, что возле меня есть свободное место, может кто-нибудь хочет сесть. Ну, конечно, я захотела сесть. И из кабины пилота я уже увидела вершину Килиманджаро. Мы взяли тур на три дня. Теранкирин, Горангора и предгория Килиманджаро. Я думала, три дня в машине, наверное, будет очень тяжело без движения. Но на самом деле машина откидывается, поднимается вверх крыши. Мы по этой машине практически бегали. То с фотоаппаратом, то с биноклем, то с телефоном, то с торис, то еще что-то. Мы просто вот это вообще смотрели на это все с замиранием. Нас сопровождал русскоговорящий гид Гиацинт. Гиацинт местный, он прекрасно разговаривает по-русски. И поэтому мы слушали не только рассказы про животных, но также мы немножечко погрузились в быт Танзании. Он много чего рассказывал, отвечал с радостью на наши вопросы. Кратер Горангора, конечно, меня впечатлил, наверное, даже больше всего. В этом кратере большая концентрация животных. Я столько зебр, честно говоря, ребят, вообще в жизни не видела. Вот они везде. Зебры, импалы, буйволы, вот очень много. А все зеленое, все вот такое вот сочное. Жирафы ходят, слоны. Вот понимаете, смотришь на слона, а потом через какое-то время он надумал и просто берет и переходит себе дорогу. Львица тоже решила погулять. В нашей поездке одна из ночей была в палатке. Когда я про палатку думала, я сначала, конечно, представила костер, кофе из жестяной кружки, тучи комаров, ну и такая палаточка, вот палаточка, да. Ребята очень настоятельно советую брать ночь в палатке. Хоть все берите в палатке, потому что это роскошно. На территории кемпинга есть бассейн, ресторан, бар. Когда заходишь в палатку, понимаешь, что ты в каком-то очень качественном, красивом отеле. В этой палатке есть душ, в этой палатке есть электричество. И все очень комфортно. Мы еще успели заехать к Масае, к имени Масае. Я была очень рада, потому что я хотела поснимать портреты. Ребята успели попрыгать, потанцевать с местными. С палками, в общем, там попрыгали, песни попели. Тоже очень порадовались. Последний день это было предгорье Киманджаро. Мы искупались в водопаде. Мы съездили на кофейную ферму, где нам показали, как можно делать кофе на самом деле. Было здорово, потому что это все сопровождалось рассказами, песнями. Мы увидели процесс ручного изготовления кофе от куста до, собственно говоря, кофе в чашке. И он был очень вкусный. Да, тысячи фотографий. О боже, тысячи фотографий. Если вы до сих пор еще сомневаетесь, ехать на сафари или не ехать, мой ответ – однозначно нужно ехать на сафари, потому что это впечатление на всю жизнь. Каждый доллар потрачен вообще не зря, потому что это то, что вы сохраните с собой на всю жизнь и будете рассказывать детям, внукам, друзьям, соседям. И вообще это, мне кажется, сафари должно случиться раз в жизни с каждым человеком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok